МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите в выпуске. Огненные выходные. Кого и когда ждет эвакуация? Где огонь вплотную приблизился к живым постройкам? И чего ждать от погоды в ближайшее время? В наших материалах с места лесных пожаров. В нем благородство, честность и отвага. Сегодня день государственного флага России. Сбился прицел. Футболисты Рязани в матче с дублем тульского арсенала били много, но не мало. Ухудшение погодных условий, жара и усиление ветра резко осложнили ситуацию с природным пожаром для жителей поселка Диулино и села Ольгино. Сегодня в этот район пожарные стягивают основные силы. Подробности в следующем материале. Сообщения из района тушения масштабного пожара в Спасском районе все больше напоминают сводки с фронта. Там оперативно передислоцировались и при поддержке техники сбили верховой пожар. Там не сбили. Там утюжит лес тоннами воды противопожарная авиация. К месту стягивают дополнительную технику. В ликвидации огня задействованы 783 человека, 218 единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. С ним уже сброшено порядка 10 тысяч тонн воды. Пока что в сторону поселка Диулино, где расположен штаб МЧС, огонь не добрался. Тем не менее, угроза все еще велика. За выходные огонь прошел еще около трех гектаров. Кадры облета территории выложил у себя в телеграм-канале министр природных ресурсов России Александр Козлов. В данный момент летчики-наблюдатели авиалесоохраны координируют сбросы воды в строго определенные точки. Идут так называемые снайперские сливы воды. На том участке кромки, где работают люди, да, бывает большая интенсивность горения, и наземные службы просто не могут подойти непосредственно к кромке и оказывать тушение. Вот. Мы когда точечно попадаем на эти участки, сбиваем интенсивность, подтушиваем или смачиваем полосу, и кромка дальше не распространяется, и наземные службы уже десантники пожарные, потому что чисто пожарные подступают и дотушивают эту кромку. Пожар тушат круглосуточно. Все службы в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах работают в режиме «Чрезвычайная ситуация». Ветер пока не ослабевает порывы до 12 метров в секунду. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, исключающий посещение лесов. А доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров, и вовсе запрещен. Как показывает мониторинг обстановки, в результате облетов, проведения разведки, ситуация продолжает оставаться сложной. В связи с этим продолжает увеличиваться группировка, задействована для тушения пожаров в районе и данного населенного пункта, и вообще на всей территории районов, где действуют природные пожары. И к исходу дня мы ожидаем выдвижения из Москвы дополнительных сил и средств. На месте уже работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Но помощь продолжает пребывать. Сегодня поливочную технику с улиц Рязани тоже отправили вместо огненного противостояния. При этом уже принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов. В связи с ухудшением погодных условий. И если Диулино пока держится, то в деревне Ольгина полная эвакуация. Площадь активного горения в области 160 гектаров. Тем временем в самом поселке Диулино дело едва не дошло до массовой эвакуации. Тревожное утро воскресенья для местных жителей началось с голоса и с громкоговорителя. Все выходные ветер не стихал, и огонь подступил к поселку практически вплотную. Вот только смутило это мало кого. Почему местные жители, несмотря на опасность, не спешат покидать свои дома, выясняли на месте. Прошедшая неделя в историю поселка Диулино надолго войдет, как самое тревожное. Следить за картой пожаров, за направлением и силой ветра, с надеждой вглядываться за горизонт, где клубы дыма валят, не останавливаясь, не спать. Такое выпало испытание. Воскресенье стало пиком напряжения. Утром собрание, в обед объявление об эвакуации. Однако покидать собственные дома местные жители не стали. Хотели эвакуацию провести, но никто в местных не вышли, не ехать. Вот мы сейчас наконец в деревню едем, и опять ждем, будет эвакуация, повезем. Не будет, будут стоять дежурные. Я здесь родилась, и отсюда куда не уеду. Нам страшно уже дочка, который день, просто не пером описать, не сказку сказать. Это вот все родное, если вы можете понять мне, это все родное. Вообще не собираюсь пока. Думаю, надеюсь, что отстоят. А близко ли огонь по последним данным? Близко, по последним данным близко. Угу. Мы сказали верхние груди, а пока уносили. Надеюсь, что отстоят. Не верить мне, потому что был уже случай, не хочет. А страшно вам? Да, что страшно? Мы же женщина. Это только моей бабушке страшно. Страшно на самом деле всем. За свои дома, в каждый из которых вложено столько сил и любви. За родные места, за Мещерский лес, за свою деревню. Но настроение все-таки больше оптимистичное. Говорят, столько техники в 2010-м и рядом не было. Да и спасатели, пожарные, все работают на совесть, за что местные не устают их благодарить. В 2010-м году очень безалаперно, а сейчас, конечно, сравнение. Поселок Лесхим самый близкий к Диулина. Эвакуировать все же пришлось. Слишком близко подошел огонь к берегу Пры и нависла угроза перехода его на этот берег. В Диулина же эвакуацию отменили в тот же день. Огнеборцам удалось сбить. Огонь на подступе к населенному пункту. Но это пока не означает, что опасность миновала совсем. Павел Молков штаб практически не покидает. Работа по тушению пожара продолжается, ситуация остается напряженной. По итогам подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгина, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованова. Принято решение эвакуировать оттуда жителей. По остальным населенным пунктам сейчас опасности нет. Огнеборцы продолжают бороться. По нашим данным, в Ольгина остались те, кто тоже отказался эвакуироваться. Люди хотят отстоять свои дома перед стихией. Пепел падает на машины в Рябиновке Клепяковского района. Смог закрывает небо в Москве. Остается пока только верить и ждать, что стихию удачно повернут вспять, и опасность останется позади. Марина Романюк, телекомпания «Город». К другим новостям. Сегодня день государственного флага России. У символа единства нашей большой многонациональной страны более чем 300-летняя история. 31 год назад триколор признали официальным флагом Российской Федерации. Сам праздник появился чуть позже, в 1994-м. В этом году Рязань стала одним из 15 городов, где в цвета флага России раскрасили арт-площадки. Российский триколор сегодня не просто символ государственности со своей стяговой 300-летней историей. Флаг – это гордость, как бы пафосно это ни звучало. И отношение к нему – один из главных маркеров патриотизма, государственности или даже ответственности за будущее страны. Об этом Владимир Путин говорил в своем специальном обращении по случаю праздника. Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правде и справедливости, солидарности и милосердия. Уважение к многовековой непрерывной истории России, и к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину. Никогда не допускать внешнего диктата и гегемоний. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему, стало частью генетического кода нашего народа. Вот так отметили день российского флага на плацу главного управления МЧС по Ленинградской области, развернув полотнище размерами 40 на 60 метров. Общая площадь гигантского стяга 2400 квадратных метров. В Рязани флаг был чуть поменьше, но в руках юно-армейцев он развивался ничуть не хуже ленинградского. Наши предки и наши современники совершают огромное количество подвигов. Мы знаем тысячи таких примеров. Сегодня наши вооруженные силы под нашим государственным флагом защищают безопасность и суверенность нашей страны. Сегодня здесь собрались люди разных возрастов и разных поколений. Но очень приятно, что очень много молодых и совсем юных лиц. Вы наше настоящее, вы наше будущее. Любите свою Родину, и Родина обязательно будет любить вас. В честь праздника в городе провели пробег «Держи флаг по ветру». Если раньше это были только велосипеды, то сегодня в моде электросамокаты. Возраст значения не имеет, главное умение балансировать и твердо держать руль. Тем более, когда к машине прикручен один из главных символов будущего страны – российский флаг. Эти ребята, судя по ровной колонне, надо думать, это четко осознают. Сильный ветер мешает не только пожарным. На него сетуют и пилоты аэростатов, а также зрители такого долгожданного фестиваля, как «Небо России-2022». На прошедшей фестивальной неделе полетов почти не было. И шоу на летном поле в Шумыше также по погодным обстоятельствам пришлось корректировать. Вечернее свечение аэростатов – волшебное зрелище, посмотреть на которое. К летному поле возле Шумыше собрались сотни рязанцев. Сильный ветер леет мотивом, шедший через все фестивально-соревновательные дни, и в связи с которым отменялся полет за полетом, постепенно гасит надежду и на вечернее свечение в субботу. Несмотря на неутешительные прогнозы, люди приехали, чтобы провести время. Концерт, вечер, романтика и аэростаты, которые хоть и ненадолго, но наполнились воздухом на радость присутствующим. Свечение не состоялось, однако огненное шоу горелок пилоты все же продемонстрировали. На этом фестиваль «Небо России-2022» завершился. Рыбу с Камчатки впервые в районе. Жители Сасово могут попробовать вкуснейшие морепродукты высочайшего качества. В чем отличие этой продукции от привычной магазинной, расскажем далее. Та самая камчатская рыба впервые на прилавках магазинов Сасова. Гастрономическая ярмарка развернулась в областном центре, и вся продукция здесь натуральная и полезная. Именно поэтому прилавка людна. Особый спрос на чавычу, королеву лососевых. Вкус этой рыбки никого не оставляет равнодушным. Она и жирненькая, она для сердца хорошо, для сосудов. А потом я 10 лет жила в Камчатке, Дальний Восток, я знаю, что такие рыбы. Покупатели уже давно знают. Золотой лосось с тремя звездами – гарантия высокого качества всей продукции. От белорыбицы и палтуса до тунца и форели. Здесь найдутся деликатесы на любой вкус. Только чавыча представлена сразу в нескольких вариантах. Чавыча наши покупатели полюбили. Покупают слабосолененькую и вялено-копченую, также холодного копчения. Копчение используется щадящее. Это значит, что такая продукция сохраняет полезные свойства и свои вкусовые качества. Убедиться в этом можно прямо на месте. Всю продукцию перед покупкой можно продегустировать. Все пробовала, опять пришла, опять захотелось. Она очень вкусная, все знают, что она вкусная, полезная. Только на этой гастрономической ярмарке можно найти нежное и сочное мясо камчатских крабов. В наличии и натуральная красная икра. Попробовать и приобрести деликатесы можно с 23 по 25 августа в Сасово в торговом центре «Детский рай». На улице 40 лет октября 56. Время работы с 10 до 19 часов. Более ста спринтеров выступили на легкоатлетическом празднике «Чайная миля» в Центральном парке культуры и отдыха. В начале мастер-класс по технике бега для участников провела супружеская пара. Член сборной России, победитель и призер крупных марафонских забегов Александр и чемпионка Европы по горному бегу Мария Именины. Под их руководством любители бега отправились покорять сухопутную милю 1609 метров. А затем для спортсменов провели специальную чайную церемонию, в ходе которой все участники смогли попробовать разные сорта китайского чая, а также узнать о традициях чайной церемонии и задать интересующие вопросы. Матчем нереализованных возможностей. Можно смело назвать встречу футбольного клуба «Рязань» с дублем тульского «Арсенала». Наши футболисты упустили сразу несколько стопроцентных возможностей, и это сильно повлияло на итоговый результат. Честно говоря, в то, что у рязанцев с дублерами «Арсенала» будут проблемы, до матча, наверное, мало кто верил. Рязанцы все-таки располагались выше в турнирной таблице, у них уже была четырехматчевая беспроигрышная серия. Смутить могло разве что место проведения – Орехова-Зуева. Нейтральное поле без зрителей, штраф за инцидент с избиением судей в матче с Сахалинцем. Привыкали номинальные хозяева, они в белом долго и пропустили. На пятнадцатой минуте, ворвавшись в штрафную, Роман Изотов несильным, но точным ударом открывает счет 0-1. Я ожидал, что будет такой сложный матч, потому что те игры последние, которые мы проводили, насколько они с большим желанием их проводили, эмоции, силы, которые они отдавали, но это не просто так. После пропущенного гола рязанцы резко прибавили и еще до перерыва. Вячеслав Пурак мог не только сравнять счет, но и вывести Рязань вперед. Мяч не залетал каким-то чудом. Даже после своеобразного булита от Савелия Копылова. Возможно, рязанцам не хватало эмоций. Матч без зрителей все-таки больше похож на двусторонку. Наверное, где-то не хватило от этого двенадцатого игрока, чтобы меня перевернуть в ситуацию. А так я благодарен ребятам. Играли хорошо, но, к сожалению, так бывает. Во втором тайме рязанцы прочно завладели инициативой, но у группы атаки окончательно сбился прицел. Все удары летели мимо створа. А туляки в редких контратаках вполне могли и удвоить преимущество, но надежно играл Никита Янович. В итоге 0-1. Досадное поражение подопечных Дмитрия Сережкина. Ведь в следующем туре в Рязань приезжает лидер группы «Курский авангард». Точная настройка прицела рязанцам явно не помешает. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова